Взрослых и детей в соцсетях от Вити сейчас много говорят в так называемых группах смерти. Мне кажется, что соцсети в этом винят напрасно. Проблема в человеке. Если он психологически слаб, то его толкнет на роковой шаг что угодно. А если психика крепка, то без разницы, что там пишут в соцсетях. Опасности были, есть и будут всегда. Когда не было интернета и не было соцсетей, и, допустим, дети моего поколения, мы, например, очень много гуляли во дворах. Нам давали ключ, вешали на шею, выпускали нас. И наша задача была прийти домой, пообедать, сделать уроки. Вернуться домой вообще-то в целости и сохранности. Не было ли опасностей тогда? Конечно же были. Конечно же были всякие тети и дяди, которые могли нанести вред, воспользовавшись доверием и наивностью ребенку. Это было, есть и будет. Но были дети или были люди, которые попадали в эти истории, а были те, у которых это миновало, или которые слышали краем уха, что с кем-то там в соседнем дворе произошла какая-то неприятность. Так же и сейчас. Есть дети, которые не случайно попадают на эти сайты, их внимание цепляет то, что там происходит, и они остаются и становятся участниками этих групп или сайтов. Есть дети, которых это не интересует, которые так и говорят, это не про нас, это не наше, и да, это есть, я это знаю, я в курсе, что такое есть. И даже может быть там в моем классе, или может быть там в параллельных классах есть кто-то, кто в этом участвует, но я в этом участвовать не буду. Почему? Потому что понятное дело, что есть дети, которые находятся в зоне риска. Это дети, которые в принципе чувствуют себя и находятся в состоянии жертвы, которые живут в неблагополучной или не очень благополучной психологической и социально-экономической среде. То есть если они живут в принципе, для них семья является опасностью. То есть то, что происходит в семье, для ребенка не очень здорово. И ребенок вырастает вот в этом положении жертвы. И конечно он тогда сможет легко стать жертвой тех, кто вылавливает или кто, скажем, заинтересован в том, чтобы вовлечь таких детей в свои, не знаю, какие-то проекты, страшные проекты, опасные проекты. Но в этих проектах, наверное, для этих людей есть какой-то смысл. Они что-то из них получают. Конечно, это букмекерские конторы. Какие? Букмекерские конторы. Букмекерские конторы. То есть они могут зарабатывать на это деньги? Для очень богатых людей, ну да. Ну то есть деньги. В основе это бизнес и деньги. Создавел до самого общества, получил свои ресурсы. Вот так, все понятно. То есть, к сожалению, на вот этом состоянии жертвы беззащитности, ранимости, вот какой-то такой неустроенности ребенка, ну другие люди зарабатывают на этом деньги. Но такие дети были всегда. Они были и в послевоенное время, и в советское время, в период застоя. Они были и в 90-х годах. Они есть сейчас. Просто к тому времени, по сравнению со тем временем, что поменялось, что добавилось, это то, что появились, появился интернет, появились соцсети. И теперь появилась вот такая форма взаимодействия с подобной категорией. Поэтому, конечно же, этих детей могут защитить в первую очередь их родители. То есть, если вы так уже получилось, вы живете в принципе в неблагополучном районе или в неблагополучной среде, то хотя бы сделайте так, чтобы психологическое, эмоциональное, моральное благополучие было у вашего ребенка. Не важно, сколько у него машинок и сколько у него кроссовок. Важно, сколько у него любви, внимания, тепла и принятия. Вот это всегда ценнее, чем то, сколько котлет он съел во время обеда. Вот если он чувствует себя принятым, если он чувствует себя обласканным, если он чувствует, что его всегда ждут, этого ребенка, если он знает, что его защитят, за него заступятся, этот ребенок неуязвим. Независимо от того, сколько времени он проводит в интернете. Правда. Еще такой вопрос есть от Виталия. Не могу понять, зачем девушки выставляют в соцсетях свои полугулые фото, при этом жалуются, что от них мужики хотят только одного. Пусть тогда выставит борщ, который сварила, если хочет другого отношения. Или я ошибаюсь? Но вы же с борщом на свидание не пойдете. Ведь вы когда выбираете девушку для того, чтобы пригласить ее на свидание, вы же не смотрите, как выглядят сырники, которые она жарит, или блины. Вы смотрите, как она выглядит в принципе. То есть мы, первое наше впечатление, мы складываем друг о друге, производим друг на друга, исходя из того, в какой форме мы находимся. Ну, наверное, нетрудно предположить, что девушки, которые выкладывают в интернете свои красивые формы или себя в самых лучших, скажем так, вариантах, они хотят познакомиться, они хотят привлечь внимание к себе, как к девушке. И на вас, Виталий, это как раз, наверное, напрямую и воздействует. Поэтому, да, вообще вы можете поговорить с этой девушкой чуть позже, когда вы с ней познакомитесь чуть поближе, и вдруг окажется, что она еще и к тому же хорошая хозяйка. Это приятный бонус будет к тому, что она себя представляет. Еще вопрос от Эдика. Скажите, увлечение в соцсетях страничками эротического содержания – это порог или норма? Я не знаю, порог это или норма, Эдик, но если вам это не вредит, и не вредит вашей жизни, и это не нарушает никаких, скажем, планов ваших, то на здоровье. В интернете этого много, и доступ к этому у взрослых людей есть. То есть, если вас туда тянет, просто отследите, насколько это, скажем так, вредно или не вредно для вашей всей остальной жизни. Если это не вредит вашей работе, вашему всему остальному развитию, если вы получаете таким образом для себя какую-то порцию удовольствия, радости, или удовлетворяете опять-таки какие-то свои, возможно, эротические и сексуальные фантазии, ради Бога, наслаждайтесь. Есть еще такие люди, которые, в общем-то, выставляют каждый шаг свой в жизни, в интернет. Вот вопрос, что можете сказать о психологическом портрете человека, который постит все подряд у своей жизни? Из серии «Вот я им бутерброд», «Вот я в майке сижу на кухне», «Вот я сломал логоть». По-моему, это вояеризм. Ну, такое это относится к демонстративному типу личности, и опять-таки при помощи соцсетей у нас есть такая возможность – себя продемонстрировать, продемонстрировать все то, свой жизненный стиль, и продемонстрировать свои предпочтения. Это не хорошо, не плохо, если, опять-таки, это никому не вредит, если это не нарушает ничьих границ, это имеет место быть. И, наверное, это тоже и было когда-то и до интернета. Да, есть всегда были и есть и люди, которые требуют к себе повышенного внимания, которые на виду, которые любят быть на виду, которые любят поговорить о себе или продемонстрировать какие-то свои предпочтения. Ну, просто социальные сети нам дают платформу для того, чтобы мы это сделали официально и красиво. Да, тот же Инстаграм, да, который, в общем-то, был придуман для того, чтобы выставлять свои фотографии, то есть он был задуман для того, чтобы мы выставляли фотографии своих жизней. Для этого была целая сеть задумана. И, конечно, те люди, у которых, в принципе, есть эта такая черта личностная, они очень хорошо вписываются в эту идею. Все совпало. Им, получается, не хватает, это недостаток внимания. Это просто личностная характеристика такая. Это просто то, без чего человек себя не представляет. Так он, вот, я это та, которая, я это я, когда я выставляю то, как я ем бутерброд, например. Без этого я не могу. Если бы не было соцсетей, то я бы, наверное, окружила себя множеством подружек или каких-нибудь друзей, компаний, где я бы, ну, каким-то образом всё равно бы себя продемонстрировала. То есть это люди, которым важно, да, чтобы на них смотрели, за ними шли. И таким образом они чувствуют себя живыми, таким образом они чувствуют себя востребованными и резуют свою самопринадлежность через это, да. Но при этом это не означает, что это вся их жизнь. То, что они выставляют, опять-таки, соцсети, интернет нам даёт возможность анфильтровать и выставить только то, что мы хотим, чтобы другие люди увидели. Но нужно понимать, что есть ещё и вся остальная жизнь, которая также присутствует у этих людей. Ну, для них важно, чтобы мир видел вот это. То есть они показывают миру себя вот этой гранью. Вот этой гранью, где я вот так питаюсь, вот так одеваюсь, вот так выгляжу, вот так провожу время, а вот так вот качаю пресс. Вот, Александра, вопрос у нас есть. Вам не кажется, что соцсети делают нас поверхностными? Масса людей лайкает и перепущивает новости, их не читая, ориентируясь только по заголовкам. Не разучимся ли мы думать и анализировать информацию? Ну, я бы не стала прямо обобщать, да. Это не, опять-таки, как я уже сказала в самом начале, не соцсети делают нас. Да, соцсети нам помогают нас пока себя подтвердить. Да, или интернет нам помогает подтвердить свою самопринадлежность. Есть люди, которые при помощи интернета собирают очень интересные материалы и анализируют информацию и пишут эту информацию. Есть люди, для которых важно просто отреагировать на заголовок, и реакция на этот заголовок является то, что он прикоснулся к чему-то большому или важному. И такое есть, и такое есть. И делать вывод обо всех людях, что мы все становимся поверхностными, я бы не стала. Это просто категория людей. Но, учитывая то, что объемы информации, которые поступают к нам через интернет, очень большие, мы сейчас уже читаем по-другому. Мы читаем так перпендикулярно тексты, и вы знаете, что популярность имеют короткие тексты, которых всегда какая-то суть показана. И сейчас и копирайтеры, и те люди, которые ведут свои какие-то странички, бизнес-странички, или просто странички, они переучились уже писать и пишут тексты, в которых они в основном подают какую-то суть. Все это нужно для того, чтобы мы не закрепнулись в огромном объеме информации, и научились информацию структурировать. И действительно мы ее учимся структурировать, мы учимся ее подавать по-новому, мы учимся из того огромного энергоинформационного процесса и той информации, которая есть в мире, подавать и показывать суть, чтобы люди на эту суть отреагировали. Можно ли, кстати, назвать, что вот это умение фильтровать информационные потоки, новости, это уже своего рода эволюция человека происходит в современном мире? Мне кажется, что это уже тот навык, который у нас развился или сейчас очень востребован в интернете, который соответствует тому, в чем мы сейчас живем, требованиям этого времени. Нам нужно быстро ориентироваться на информацию, нам действительно нужно быстро выхватывать суть того, что написано, а если мы сами пишем, то нам писать нужно только по сути, для того, чтобы наши тексты были прочитаны. Это навык, и этот навык сейчас очень ценный. Необходим для выживания даже. Необходим для выживания и продвижения того, что вы хотите продвигать через соцсети. Антон пишет нам далее. А чем вы предлагаете заменить время, проведенное в соцсетях и интернете? Ходить на митинги, смотреть тупые сериалы, выпивать с друзьями или шляться по улицам? Почему все уверены, что соцсети зло? Ну, что соцсети зло мы уже поняли, это просто инструмент. А чем же можно заменить? Ну, те заменители, которые предлагает читатель, я даже заменителями, честно говоря, не сильно это считаю. Они, честно говоря, не сильно так качественно заполняют жизнь. Да, там, сериалы, пьянки или там какие-то еще участия в митингах. Я думаю, тут каждый должен на этот вопрос порассуждать самостоятельно, потому что у меня нет таких полномочий дать универсальный совет для всех людей на Земле, для мужчин и женщин, для всех возрастов, предпочтений, уровней развития и так далее. Этот вопрос нужно задавать самому себе. То есть, если вы предпочитаете большую часть времени своей жизни проводить в соцсетях или за компьютером, задайте себе главный вопрос. Что вы получаете, что важного и ценного для своего развития, для своей жизни, для качества жизни вы получаете, находясь в соцсетях? Итак, ответьте на этот вопрос честно, вот как есть, что вы получаете, без чего вы жить не можете в соцсетях. И второй вопрос, который я тоже предлагаю задать самому себе, что я отдаю ценного и важного соцсетям и интернету для того, чтобы это получить. В чём смысл? Зачем мне нужно вот таким вот образом взаимодействовать с миром через посредника, коим являются в данном случае разные различные соцсети? Как я уже говорила, соцсетям всё равно, что вы там делаете. То есть, это просто инструмент, это некая платформа, она не живая, не мёртвая. Кстати говоря, созданная людьми. Но вы используете эту платформу для того, чтобы ваша жизнь была именно такой. Тогда подумайте, если вас это не устраивает, если ответы на эти вопросы вас не очень-то устроят, что вы даёте и что вы получаете. Если вы понимаете, то, что вы даёте и то, что вы получаете, сильно влияет на качество вашей жизни, ваше самочувствие, на ваше представление о хорошей жизни и счастье, тогда подумайте, как по-другому вы можете взаимодействовать с миром, кроме как через соцсети. Что вы можете предложить этому миру, какую пользу или какую энергию вы можете, или в каком виде, в каком форме вы можете дать этому миру, чтобы мир вам в ответ дал что-то ценное и важное для вас, важное и ценное на данный конкретный момент времени. Митинги, сериалы, наверное, это не то, что нужно вам, если вы задаёте этот вопрос. Кстати, вот что я заметила ещё в последнее время среди современных людей, что мы разучились даже говорить, звонить по телефону. Нам проще, с социальными системами нам проще написать. Почему так? Так легче коммуницироваться, легче общаться с незнакомым человеком? Через фильтр, да. Мессенджеры, интернет выступают неким фильтром. Мы таким образом можем, ну, где-то в какой-то степени себя обезопасить от эмоций или состояния другого человека, да, потому что, ну, мы же друг на друга очень сильно влияем, мы друг друга очень заражаем, мы друг друга очень отключаем, да, и когда мы разговариваем, самое, наверное, сильное воздействие для нас оказывает непосредственное общение друг с другом. То есть, когда мы смотрим в друг друга глаза, когда мы друг друга воспринимаем, мы видим и чувствуем состояние другого человека, мы видим и чувствуем реакцию другого человека на себя, да. И мы не всегда знаем, что с этой реакцией делать, и почему эта реакция на нас вот такая. И многие люди с этой реакцией не хотят иметь дела. И в некотором смысле вот эту роль или этот фильтр взяли на себя соцсети или мессенджеры, которые, кстати, сейчас набирают очень большую популярность, и сейчас всё переносится в мессенджеры. Мессенджеры фильтруют вот эту реакцию эмоциональную, но в то же самое время искажая восприятие. Ведь, прочитав ответ на свой вопрос или там на какую-то информацию, которую вы подаете через мессенджер, вы не можете быть на 100% уверены, что посыл, который вы восприняли через ответ, именно такой. Для этого вам нужно на человека посмотреть. Ну и это искажение, в свою очередь, вносит массу и неудобств, и недопониманий. Для этого, наверное, смайлики придумали. Для этого придумали смайлики, для того, чтобы опять таким вот образом фильтровать наши эмоции. Одно дело, когда вы общаетесь по работе, ну там всё очень просто. Там у нас есть какой-то набор внутри наших должностных обязанностей, набор каких-то действий, которые мы выполняем и уточняем через разные мессенджеры. А другое дело — личные отношения. Вот личные отношения я бы не рекомендовала переносить в мессенджеры, потому что вот там вот как раз большое значение имеют эмоции, чувства и реакции друг на друга, на восприятие друг друга. Восприятие — это очень личный процесс, очень индивидуальный, уникальный, и через мессенджер вы никогда не узнаете, как вас восприняли, или восприняли вас правильно, или правильно ли вы поняли, что вас именно вот так восприняли. Для этого нужен личный контакт. Поэтому те люди, которые перенесли свою личную жизнь в мессенджеры, они многого себя лишили. Они лишили себя правды, в первую очередь. Они лишили себе возможности прикоснуться к миру живого человека. Они исключили эту возможность. И дальше уходят в мир своих грез и иллюзий, и представляют себе, что реакция на меня была вот такой, потому что я очень много додумывается. Кстати говоря, ко мне на консультацию приходит очень много людей, которые достают свои мебельные телефоны, и прямо у меня на консультацию говорят, «Смотрите, вот он мне написал вот это, а я ему ответила вот это, а он мне потом написал вот это, а они мне написали вот это. Что вы думаете, что это значит?» Я говорю, а почему бы вам не поговорить вживую? Я понятия не имею, что это значит, потому что то, что он или она передавала в своём сообщении, оно каким-то образом эмоционально окрашено. Это какая-то реакция на вас. Эту реакцию вы должны понять, глядя человеку в глаза или общаясь с этим человеком, или обсуждая то, что вы обсуждаете. Мессенджер или то, как вы восприняли через мессенджер, может полностью-полностью поменять сам посыл. Поэтому, конечно, с одной стороны, мессенджер нас спасает от этого воздействия друг на друга, а с другой стороны, сильно искажает и уводит в сторону. Ну и в заключении нашей беседы есть вопрос ещё от Илоны. «Общаясь со многими людьми в сети, не зная их лично, не могу понять, что ожидать от такой дружбы. Может ли быть она настоящей?» Ну, мы не можем ничего понять и ожидать, даже когда мы лично общаемся, да? Но если вы долгое время общаетесь с человеком и не видите его лично, и не знаете, кто, что и чем он живёт, то у вас складывается просто какое-то представление, какая-то фантазия об этом человеке, и которое может совершенно не совпадать с реальностью. Поэтому рано или поздно любое общение в сети должно, наверное, перейти в реальную жизнь, в реальное общение, где вы увидите это. И чем быстрее это произойдёт, тем меньше будет разочарования. Ну, в общем-то, я так провожу аналогию. Если сейчас люди знакомятся в интернете через мессенджеры, то раньше они знакомились через объявления в газетах и писали друг другу письма. Тот же аналог мессенджера, только в бумажном виде. Но дорога была короче. Потому что ты не будешь ждать месяцами, пока выйдет новая, или через неделю выйдет новая газета. Люди списались, они сконтактировались, и дальше шаг – это встреча. А сейчас вот… Сейчас проще сидеть полгода-год в интернете, переписываться, чем пойти и лично встретиться, попить кофе. Это проще, потому что, когда вы переписываетесь с человеком, вы опять-таки в некоторой степени себя обезопасиваете от восприятия на себя другого человека, восприятия другого человека, и вы вводите себя в заблуждение, потому что вы общаетесь не с тем, с кем есть, кто есть на самом деле, там на другом конце связи, а вы общаетесь с тем человеком, которого вам приятнее, удобнее или безопаснее себе придумать. И поэтому, чем быстрее вы увидите его вживую, может быть, он даже окажется лучше, чем вы себе придумали, а может быть, он вообще не тот, вообще не тот. И вы тогда тратите драгоценное время своей жизни и свое внимание на то, что вам в итоге не подойдет, или то, в чем вы разочаруетесь. Поэтому раньше существовали газетные объявления, и их цель была людей свести. А сейчас есть мессенджеры и социальные сети, которые могут удерживать этот контакт, контакт неосознаемый, к сожалению, очень долгое время. Это уже наша забота и наше решение этот контакт сделать живым. Спасибо вам за интересные ответы. Я надеюсь, что эта онлайн-конференция была полезной для наших читателей. Завершающее слово для тех, кто нас сейчас смотрит. Спасибо вам тоже за ваши интересные вопросы. Спасибо за ваше внимание к этой теме. И, конечно, я хочу пожелать всем не перепутать реальную жизнь с виртуальной. Это очень важно. В то время, когда все так у нас быстро и очень высоко технологично развивается, и мы не представляем себе ни одной минуты без мобильного телефона, либо без своего смартфона, очень важно при этом ценить и сохранять связь с реальной жизнью, с реальными людьми, с реальными переживаниями, с реальными событиями. И всегда заботиться о том, чтобы ваша жизнь была хорошая, чтобы вы были ей довольны, чтобы она была насыщена и наполнена вот здесь, тут и теперь, а не там, в экране вашего монитора. Спасибо вам большое. До новых встреч. Спасибо.